МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Качество жизни. Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашии. Объекты повышенной опасности. Чувашия готовится к весеннему паводку. Весенний десант. В Канажском районе прошел Республиканский спортивный фестиваль советов работающей молодежи. Цены на ряд лекарственных препаратов и продовольственных товаров продолжают расти. Естественный инфляционный процесс, повышенный потребительский спрос этому способствует. Оперативную ситуацию в Чувашии обсудили на совещании в Доме правительства. Надбавки в аптечных организациях Республики за 2020 год – одни из самых низких в России. Они составляют почти 17%. Основная причина увеличения стоимости – рост закупочных цен производителей. По данным мониторинга цен, проводимого Росздравнадзором, в период с января по декабрь 2020 года уровень розничных цен на препараты амбулаторного сегмента в Чувашской Республике вырос на 5%, что сопоставимым с ростом уровня цен по Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. Кроме того, в Республике за последние несколько месяцев произошло резкое колебание цен на некоторые продовольственные товары. Например, стоимость сахара и подсолнечного масла сначала резко выросла, а после подписания соглашения с федеральными торговыми сетями пошла вниз. По сравнению с декабрем 2020 года рост составил 1%. В пределах текущей инфляции выросли цены на свинину, яйца куриные и крупу гречневую. Повышательное давление на динамику цен в текущем году оказало ускорение роста цен на плодовощную продукцию от 5 до 31%. Вместе с тем ценовая динамика на плодовощную продукцию в целом соответствует уровню последних двух лет. Таким образом, основной фактор роста цен носит сезонный характер. Отмечено снижение цен на молоко, соль и хлеб. Уровень допустимых наценок в магазинах регулярно проверяют специалисты антимонопольного ведомства и Минэка. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Весна – напряженное время для спасателей. Она несет с собой множество опасностей. Половодие – одно из них. Зима была на редкость снежных запасов влаги на 60% больше, чем в прошлом году. По прогнозам спасателей, паводок начнется в Чувашии 15 апреля. Потенциально опасных участков затопления только в Чебоксарах – 19. Эти участки в основном определяются исходя из того, что где-то существует угроза потопления жилых домов или других сооружений. Или могут быть оползневые явления в результате бурных паводковых потоков или оттаивания земли. Или же это могут быть разрушения важных объектов инфраструктуры, как, например, дамба между Завражном и улицей Талвира. Поэтому в период активного таяния вводится ежесуточный двухразовый мониторинг этих объектов. Еще одна весенняя опасность – таяние льда. Оно начинается постепенно при плюсовой отметке и проходит незаметно для глаза. Есть риск провалиться. В скором времени начнется ледоход и уже на Волгу выходить нельзя будет. Мы, получается, заступаем на дежурство в составе трех человек. У нас есть два вида техники. На данный момент это снегоход и аэросани-патруль. Мы патрулируем акваторию реки Волги от верхнего Бефа до нижнего, в сторону ГЭЦ. На данный момент толщина снега заметно уменьшилась – всего 50 сантиметров. Поэтому рыбакам нужно помнить и о технике безопасности. Брать с собой на рыбалку спасательные средства. В случае опасности звонить по номеру 112. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. В каждом районном центре будут обновлены системы водоснабжения и водоотведения. Такую задачу поставило правительство республики. Девять районов уже подготовили проектно-сметную документацию. Работы планируют начать в 2022 году. Этот и другие вопросы обсудили на совещании по развитию системы водообеспечения. В прошлом году в Чувашии отремонтировали около 190 водонапорных башен и водозаборных скважин. На эти работы было выделено 170 миллионов рублей. Реконструкция продолжится. При поддержке правительства планируется ввести в эксплуатацию и модернизировать около 100 объектов водоснабжения и водоотведения. В их числе подготовка документации на модернизацию системы водоотведения в селе Шахазаны, в городах Ядрин, Мариинский посад, Цивильск и других. Финансирование будет выделяться тем районным центром, где на данный момент уже готова проектно-сметная документация. Типовые проекты должны стать основой системы качественного водоснабжения в республике. Для реализации этих вещей мы с вами должны вырабатывать типовые решения, типовые технологии. Потому что, очевидно, если мы с вами будем проектировать кто во что гораст, где учитываются разные технологии, как в Шахазанах, нерасчетные мощности, которые превышают необходимый объем, или сейчас у нас в Паретском районе тоже попытка отстоять завышенные мощности, то, коллеги, мы с вами заранее говорим о том, что мы вкладываем бюджетные средства, а дальше будем генерировать убытки. В рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» будет дан старт строительству группового водовода южных районов республики и очистных сооружений в селе Паретское. Из федерального бюджета на эти цели планируется привлечь более 650 миллионов рублей. Очередная реконструкция идет сейчас на биологических очистных сооружениях. Там будут использоваться новые технологии очистки сточных вод. Новое сооружение позволит собирать до 40 тысяч тонн мусора в год. В будущем он сможет очищать до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашия было посвящено работе отрасли, пожалуй, в самое сложное время. Не случайно в обиход вошла военная терминология – передовая, фронт, сражения. Каким был прошедший год для медработников и изменились ли задачи на этот – в сюжете Нессы Потаповой. Пандемия проверила систему здравоохранения республики на прочность. Для борьбы с опасной инфекцией были мобилизованы более 2000 медицинских работников. Задействован весь автотранспорт скорой медицинской помощи. Развернуто более 120 бригад 03. Нагрузка на скорую помощь составляла до 3000 вызовов в сутки. Многие стационары были переведены в статус ковид-госпиталей. Это позволило создать ощутимый барьер на пути распространения опасного для жизни вируса. Привлекли для работы в службе скорой медицинской помощи волонтеров, студентов медицинских вузов, студентов среднего образовательного учреждения. Также были созданы дополнительные специализированные бригады, которые работали у нас вахтовым методом, то есть не уходя домой, а круглосуточно. Для них мы организовали круглосуточное бесплатное питание, обеспечивали их местами отдыха. На базе нашего волонтера пациента была оказана помощь в виде поставки трех автомобилей. Мы активно принимали участие по доставке лекарственных препаратов пациентам, находящихся на облаторном лечении. Обеспечивали транспортам медицинским работникам, обеспечивали горячим питанием ряд медицинских учреждений. Один из главных показателей работы отрасли – демографический. По итогам прошлого года смертность выросла более чем на 20%. В то же время в Чувашии отмечена самая низкая младенческая смертность среди регионов России. Меньше стало летальных исходов от онкологии. Активно развивалось первичное звено здравоохранения. В республике появилось восемь новых ФАПов. Вновь заработала санитарная авиация. В поликлиниках поэтапно внедряются бережливые технологии, позволяющие сделать максимально комфортными условия пребывания в них. На коллегии была озвучена одна из главных проблем отрасли – нехватка кадров. Наиболее дефицитными специальностями являются педиатры, врачи общей практики, анестезиологи и хирурги. 2020 год обозначил те слабые места, те проблемные места, которые стоит нам в этом году, в 2021 году, укрепить. А, соответственно, речь идет о строительстве новой больницы, о новом инфекционном стационаре, который позволит нам улучшить оказание качества медицинской помощи именно инфекционным пациентам, пациентам с особо опасными инфекциями, а также пациентам, имеющим среднесосудистые заболевания, которые будут, значит, оригинальный центр сосудистый наш, размещенный в рамках республиканской клинической больницы. Конечно, больницы нуждаются в современном оборудовании. В планах закупить более 500 единиц техники разного профиля. Надеемся, что за ближайшие два года мы закончим обустройство всех, так сказать, наших центральных районных больниц, и в каждой из них будет полноценный кабинет охраны зрения, состоящий из шести наименований специализированных приборов. Для обеспечения доступности медицинской помощи начнут строить новые дороги. Они соединят районы кратчайшими путями. По ним будет быстрее добираться до территориальных межрайонных медицинских центров. И много других таких, вроде бы не связанных напрямую с медициной вещей, в итоге влияет на сохранение конкретной жизни и оказание своевременной медицинской помощи. Поэтому вот таким образом построена вся работа правительства с тем, чтобы мы с вами синхронизировали действия по различным направлениям, в итоге чтобы мы с вами достигали самого главного, чтобы качество жизни каждого человека повышалось повседневно. Глава региона выразил благодарность всем медицинским работникам за добросовестную и слаженную работу. Лучшим специалистам отрасли вручили награды. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Сегодня в Чувашии побывал председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков. Состоялась его встреча с главой Республики Олегом Николаевым. Главная цель партии – обеспечить достойный уровень жизни людям, вышедшим на заслуженный отдых. Активисты борются за предоставление пенсионерам льгот в сферах здравоохранения, ЖКХ и транспорта. Партия появилась не случайно. Она была создана в 1997 году, когда начали сталкиваться с первыми проблемами пенсионеры. Поэтому партия пенсионеров преследует то, чтобы изменить и социальное законодательство, и во всяком случае гарантировать людям не выживание на пенсию, а достойную жизнь. Напомним, что в сентябре этого года пройдут выборы в Государственный совет Чувашской Республики. Партия пенсионеров активно готовится к агитационной кампании. Региональное отделение сейчас возглавляет Николай Степанов. Олег Николаев отметил, что на выборах реализовать свои права могут представители всех общественных объединений. Мы с партийским партийским висаем достаточно конструктивные взаимоотношения, с тем, чтобы, с одной стороны, чтобы мы вели четкий диалог, слышали друг друга, ну и с другой стороны, конечно же, вырабатывать совместные действия, потому что у нас, как говорится, мы находимся на одной лодке, и в этой лодке мы должны действовать таким образом, чтобы была максимальная слаженность. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Весенний десант высадился в Канажском районе. Там состоялся республиканский спортивный фестиваль советов работающей молодежи. Почти пионерская речевка создает атмосферу спортивного задора. Настрой только на победу. Уже пять лет подряд команды предприятий республики соревнуются между собой, доказывая, что они самые спортивные. В этом году фестиваль сдвинулся во времени, но не изменился по сути. В нем приняли участие 30 команд из 12 муниципалитетов, в том числе из Чебоксар, Новочебоксарска, Янтиковского, Канажского и других районов. Приехали не только за наградами. В первую очередь для того, чтобы познакомить советы работающей молодежи муниципалитетов, обменяться опытом. Так как мы с ними уже работаем достаточно давно, с 2017 года, они у нас уже передружились, перезнакомились. И самое главное, задача вообще советов работающей молодежи, сплотить молодежь, остановить текучку, закрепить за предприятием, и чтобы они остались в республике. У фестиваля уже своя история и свои проверенные участники. Участвую ежегодно в этом соревновании. Позапрошлым году мы были чемпионами. Тут участие принимают до 35 лет. Так как мне всего-то 30, я принимаю уже пятый год подряд. Ну и еще пять лет будем бороться. Команды приняли участие в пяти конкурсах. У всех у них разные названия. Пенальти, покорение Лебруса, весенние забавы, меткий стрелок. Ребята с удовольствием бегали, причем даже с закрытыми глазами. Стреляли, катались на специальных лыжах. Левый, правый, левый, правый, левый, правый. Все очень нравится. Заряжаемся энергией на рабочую следующую неделю. И на следующий год обязательно еще сюда приедем. Не забыли и про интеллектуалов. Для них особый конкурс, приуроченный к трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Годы науки, технологий и другие. Победителями стали команды Чебоксар и Канаша, а также Чебоксарского района. Выходные прошли отлично, говорят участники фестиваля. Награды, призы, кубки, как символы побед, найдут свое место на рабочих столах. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Бахтиар Вилеев, Республика. Новости экономики. На днях на предприятии «Четра» побывали представители компании «Газпром». Речь шла о возможном сотрудничестве. Танцующие бульдозеры – всего лишь часть представительской шоу программы. Это чтобы удивить гостей. В деле у бульдозеров легкого и тяжелого класса, тракторов и мини-погрузчиков – совсем другие задачи. Чебоксарская спецтехника работает в разных регионах страны. В ходе совещания специалисты завода рассказали о новых разработках и конкурентных преимуществах промышленных машин, о сервисном обслуживании и обеспечении оригинальными запасными частями. Речь шла и о возможности применения газомоторного топлива. Очень важно, чтобы руководители, кто будет отвечать за работу своего направления по транспорту, видели то, что здесь есть производство, все этапы этого производства, увидели технику, как собирается. Ну, по сути, это есть, наверное, некая форма промышленного туризма. По поводу нашего взаимодействия с корпорацией «Газпром», конечно, есть много направлений. Мы над ними работаем, в том числе и по газомоторному топливу и по другим направлениям. Чтобы обслуживание стало более комфортным, а газоснабжение надежным и безопасным, еще один современный офис для своих потребителей открыла компания «Газпром» газораспределения Чебоксары. Об этом далее, а я прощаюсь. Всего доброго. Новый единый центр обслуживания открылся по проспекту Ивана Яковлева в доме номер 19А в здании управления. Здесь можно получить полный спектр услуг по газификации, по заключению договоров о тех присоединении, производстве изыскательных работ, разработке проектно-сметной документации, выполнении строительно, монтажных работ и осуществлении авторского надзора. С открытием нашего единого центра предоставления услуг по принципу единого окна у заявителей появилась возможность не стоять где-то в очередях, ожидая приема, ходить по кабинетам, искать специалистов необходимых. Можно прийти в наш единый центр и в режиме действительно одного стола, одного окна решить все те проблемы, какие могут возникнуть у заявителей газораспределения организации. По итогам прошлого года сотрудники таких единых центров приняли и обработали от жителей республики свыше 6800 заявок. Разработка проектно-сметной документации, утверждение схемы газоснабжения, подключение оборудования. На все это уходило немало времени. Единый центр решает все вопросы. Я занимаюсь газификацией и начали работать через единое окно. Это очень приятно для нас, решается просто быстро. И очень со специалистом на месте решают все проблемы. Специалисты высокого уровня, правильно объясняют и доступно. Среди клиентов центра физические и юридические лица. Вопросов у них бывает немало. Как эксплуатировать газовые приборы? Какие работы включает в себя сервисное обслуживание? И кому надо обращаться в случае необходимости ремонта? Сегодня единые центры обслуживания есть по Мискомбинатскому проезду 10, на Гагарина 6 и к концу года планируют открыть на Гражданской 42. Забота о клиенте вот что стоит во главе работы специалистов компании Газпром газораспределения Чебоксары. Вы знаете, такой комфорт, так приятно заходить. И кресла, и стульчики, и для детей все. И обслуживание хорошее, и табло прекрасное. Специалисты компании также напоминают, что многие вопросы можно решить через личный кабинет, а также по единому многоканальному телефону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова